Так, друзья, доброй всем ночи. В эфире Smile и Force. Мы тут пришли подменить адеквата вместе с Морталисом, которые смотрели топовые переигровочки. У нас переигровочки несколько другого уровня. У нас команда, я так понимаю, борется за право остаться в верхнем дивизионе. Играет три коллектива. A-Team, Black & Yellow и Set Boys. И вот, собственно, первое противостояние, которое мы сейчас посмотрим, это как раз вот будут Black & Yellow против A-Team. Тим, Серег, здорово. Доброй ночи. Так, а ты что-то, я тебя не слышу, бро. Алло, алло. Вот тебя слышу, отлично. Да, всем добрый вечер, привет, Никит. Самое интересное, что эти три топовые команды, они как раз-таки в регулярном этом сезоне, они друг друга обыгрывали именно по кругу. Поэтому будет интересно посмотреть, как здесь будет. Вот очное противостояние вот этих двух команд, A-Team, Black & Yellow, оно вообще там шло два по часу, там 69 минут играли. 52, поэтому, я думаю, здесь абсолютно то же самое будет. Очень такие напряженные игры, очень жесткие противостояния. Да, я тоже думаю, что у нас тут вполне вероятен там какой-то даже, может быть, второй круг переигровок, который, ну, насколько я знаю, будет не сразу после этого. Не как с Европой, там в Европе вроде бы как команды сегодня играли второй круг переигровок сразу, а здесь вроде бы как организаторы решили немножко его перенести. То есть, если он в теории будет, то он будет там где-то там в марте, вот в начале марта. Но, как бы, нам об этом пока думать не приходится. Мы пока лучше подумаем о том, о чем у нас, кстати, БО-3 поставлено. Вот, странно. Да, лучше мы подумаем о том, кто же, собственно, из этих команд тут является фаворитом. Black & Yellow и A-Team. По версии наших партнеров, ГГБ 2.7 на A-Team и один, кажется, там 44, да, на Black & Yellow. То есть, в принципе, считается, что Black & Yellow здесь фавориты. Посмотрим, так ли это на самом деле, потому что даже верхний дивизион Америки, он очень-очень рандомный. Ну, как бы, учитывая, что тут вот две пачки переигровок, это, ну, говорит о многом. Вот, и... А те, в последнее время они как раз-таки разыгрались. Неплохо себя показывают. Они вот в последних своих матчах, они как раз-таки зацепились за эти переигровки. Все думали уже, что все, эти команды ничего не покажут. Но вот в двух из трех последних матчей как раз-таки они вырвали эти победы. Одна из них была против Black & Yellow как раз-таки. В этом противостоянии, поэтому мы здесь тоже цепанутся они. И вот теперь эту Black & Yellow появляется. Вот этот, кстати, герой у них очень ключевой вообще в их драфтах. Очень любят они его. И от этого персонажа очень часто отталкиваются. Поэтому уже неплохой задрафт для них. Сигнатурочек. Ну, хороший, популярный герой. В принципе, то, что я вижу сейчас на экране, не сильно отличается от того, что я вижу в Европе. Я, ну, признаюсь откровенно, Америку, конечно, смотрю только тогда, когда приходится, по большей части. Потому что все-таки этот режим надо сбивать себе очень сильно. Ну вот. А так я за Dota слежу вот в основном в Европе и СНГ. Ну и Китай там тоже успевает что-то подцепить. Там каждый день что-то шло у нас на протяжении февраля. И всегда можно было насладиться хорошей, качественной Дотой. И там подрубив какие-то трансляции на Твиче или там непосредственно в Доте можно было посмотреть. Ну и вот мета уже более-менее устоялась. Любят у нас Войт Спирита, любят ДП, герои, которые флексятся. Вот у команды AT мы видим вот эту вот лютую связку Леон плюс Тайтхантера. Ее в Европе тоже вот, в Европе-СНГ любили использовать. Правда, последние пару дней что-то я ее только особо не видел. Может, просто мне не везло, не попадало на эти связки. А так, да, все по стандарту. Сейчас... Ну, в принципе, коры все одинаковые. Но суппорты периодически появляются. Такие-то нестандартные, может быть, там, с прошлой меты. Как раз такими раны те же самые. Причем сигнатурные персонажи. Американский регион, что Северная, что Южная Америка, они любят начать свой распик с каких-то своих сигнатурок. Постоянно они это делают. Особенно вот Южноамериканский регион этим славится. Поэтому, в принципе, неудивительно там видеть Мирану какую-то на ферстпик и так далее. Так это еще ведь БО-1 серия. Как бы тут, извините меня, прям ты обязан выкатывать всякие сигнатурки и играть сразу лучшими своими героями, потому что права на ошибку у тебя нет. Вот тебе надо выигрывать. Это прям кровь из носу. Как хочешь, так ты и делай. Ну и вот, собственно, мы видим тех персонажей, которые появляются. Ну вот прикинуть по лайнингу, что тут вообще получается. Ласт пика у Блэк Эн Йеллоу не будет. Ну и пятерка будет там появиться как раз какая-то Мирана 4. Да, ну может быть. Я не знаю, как у них там по сигнатуркам на вот там Death Profit, что это вообще у них мид или что. Трешку, по идее, смысл и ставить в мидл, наверное. Хотя против Манки Кинга. Ну, Нунчик там две игры точно против Спирит сейчас играл на ДП. Тут же хороший персонаж. Ну посмотрим сейчас, да. В принципе, Войт Спирит... Да, глупо было бы, если это МК Кэрри, глупо было бы ставить Войт Спирита на позицию 3 в МК, как бы отправлять его заранее. Но в любом случае они могут посвапать там потом. ДП должна найти МК. Вот если Войт Спирит идёт в мидл, туда идёт МК. Ну, в принципе, Войт Спирит плюс-минус неплохо будет ставить именно в миде. Но на лёгкой линии у неё будут проблемы. Опять же, на длинном лайне для МК там будет более комфортно. Плюс с Вишдоктором, да, это вообще какой-то дикий лайн. В общем, там проблема уже со второго лайла какого-то начинается чуть ли не с первого. Энигма. Энигма 5, как я понимаю, да? У нас для Блэк Эн Йеллоу. Может быть и 5, может быть и 3 Блэк Эн Йеллоу так на драфтеле, что не зная ассигнатурных персонажей там некоторых игроков, вот если там, например, чем там Роя играет. Если ты не знаешь, грубо говоря, хорошо этот регион, то вот в данной ситуации вот абстрактно предсказать, что герой, ну какой герой что делает, вообще невозможно. Кроме Мирана Джиггернаут, очевидно, да? Мирана это всё-таки позиция 4, 100%, Джиггернаут позиция 2, 100%. Войт Спирит, ДП Энигма. Да, это тут у нас по-разному. Тут может быть и Энигма 5, это вполне нормальная практика, там OG играют, Liquid играют. Это может быть ДП позиция 5, это у нас во втором дивизионе СНГ прям процветает вот эта вот ситуация, когда ДП берут на пятёрку заранее, там и все уже про это знают. Вот, и сейчас посмотрим, чем АТИМ ответит нам. Ты сам понимаешь, да, чем ниже уровень игры, тем меньше экспериментов, в принципе, по ролям, по лайнам и по тому, как можно удивить своего оппонента. Поэтому вряд ли что-то здесь будут придумывать, какие-то майнгеймсы исполнять. Наверное, всё по дефолту будет. Энигма 5, Мирана 4, ну и Коррер зайдут сюда, там, по лайнам. ДП, скорее всего, 3, Войт 2, Джаггер 1. Да, я там говорил, что Джаггер 2, Джаггер 1, конечно же, я говорил, что Фантомочка появляется ласт пиком, получается, что у нас Манки Кинг идёт на центр. И вот, 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 как раз-таки ДП тоже отправляется на мидл. Ага, подожди, Жубей 5 же вообще у нас роль в этой команде исполняет. Ну да, получается, но это супер нестандартно. Войт Спирит, пятёрка, это, ну... Это чё-то странно, прям, мягко говоря. Вот, ладно, конечно, посмотрим, что из этого получится. Это Мирана Энигма, Войт Спирит, Джаггер... Хотя, ну, с Джаггернаутом на лейне любой парень, который имеет дизейбл, он уже смотрится неплохо, да? Подкрутилку можно забирать под любого персонажа. По Джаггернауту просто, как герою, не имеющему каких-то сильных нюков, ну, имеется в виду нюка, которым ты можешь крипа добить, желательно иметь персонажа на линии, который способен, там, ну, за рейнджа как-то подраться. Вот, что-то такое. Вот, хочется тебе иметь подобного рода героя. Вот, а если у него на линии будет Войт Спирит стоять, то, ну, он вроде как может там это делать, вот, резонант пульсом вот этим вжух-вжух. Вот, и... Ну, просто это типа два милишника. В этом, тем более в тайда, два милишника в тайда, если... Не, не, не знаю. Мне кажется, не очень хорошая идея ставить их на одну линию. Посмотрим, конечно, как Black and Yellow распределят. Всё. Ну, интересно. Да. Так, ну и про коэффициенты мы, собственно, поговорили. Black and Yellow у нас тут являются фаворитами. Это уже выделили в середине драфта. Посмотрим, так ли это на самом деле по игре будет. Ну, слишком много, мне кажется, на них дают, опять же. А те, мы переиграли Black and Yellow, поэтому, мне кажется, чуть многовато на них дают. Да, да. Такое бывает. Слушай, а тут... Я не могу зарепортить. Просто открыл страничку посмотреть. Ну, типа никнеймы. Там флажки с репортами горят белым. Нельзя зарепортить. Просто, ну, обратил внимание, я ничего никого не хотел. У вас не осталось жалоб. Да, 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 да. Так, что имеем-то по итогу? Ну-ка, сейчас посмотрим. White Spirit с Sage Mask. Не похоже это на... Так, ну да, DP-мид 100%. У Enigma Sage Mask, у White Spirit Sage Mask. Блин, ничего не понятно, что вообще происходит. Так, а пауза у нас там? Кто-то дисконулся или что? Какие-то проблемки сейчас почитаем в журнал. Просто там какие-то беды. Я думаю, судья сейчас быстро разберется. Обычно долго паузу и не дает держать. Ох уж этот судья. Рефери. Представляю, представляю, как он за компом сидит в этой черно-белой полосатой майке, как в хоккей, знаешь, рефери. Да, да, да. Таких катались постоянно. Со свистком, да. Да, забавно. Да, ну, собственно, что сегодня? Первое марта, получается, первый день весны. Вот. Цветет сакура. Всех поздравляем. Хотя я хотел как раз погоду посмотреть. Там вообще ужас происходит какой-то на улице. Я вышел и утонул. Не, это понятно, да, все тает. Просто, знаешь, как это обычно бывает, вот, казалось бы, кончается зима, там, февраль, вот уже все так маленечко подтаяло, и ты такой думаешь, ну вот, все, наконец-то, сейчас оно все оттает, засохнет, а потом, как, опять мороз, потом опять снег, потом опять все это тает, полвесны, короче, ужас. Моя бабушка в детстве такое выражение говорила, наступил марток, надевай двое порток. А, ну это, это классика, это классика. Это прям классика, то, что поговорка советских людей, такая, вроде бы, насколько я знаю. Да, так, ну что у нас, паровозик какой-то в смолке бежит. Ну там же бейбу встречать, как раз он это все запалит. Это будет под джиггернаута. Подалево, ну прям забирай сразу, мотай, да. Опас, вот, отлично. Вот это я называю... И стрела, хорошо, очень, вич, доктор, взлетает в личном мифе, тут попадает. Флей, вообще, кстати, один из самых ключевых игроков в этом коллективе, очень хорошо он свою четвертую позицию выполняет, у него сигнатурки есть одна Мирана и Феникс, у него очень мощный Феникс, и от его передвижения зависит, насколько будет хороший вообще старт у игры Блокавиелл. Ну, это, в принципе, классическая четверка, да, четверка двигается, так у любой команды может быть хорошей стать, но Флей именно вот роли исполняет свою атмосуну, отлично. Мне кажется, четвертая позиция, мне кажется, это вообще ключевая, вот, в больших, как бы в большинстве случаев, потому что, ну, наверное, мид и четверка, вот, потому что, ну, с проигранным мидом играть в мидгейме трудно, а если у тебя четверка, как бы, плохая, то у твоего кэри не остается опции, если он линию проиграет, а обычно, как бы, ну, вражеские, вот, тройка-четверка, она, как бы, посильнее, чем двойка-пятерка, обычно. Это две позиции плеймейкеров, опять же, у тебя и мид может решить в соло, и четверка может решить в соло, да, если вот будут какие-то хорошие персонажи. Опять же, мы это можем увидеть от всех топовых коллективов, да, как у нас, ребята, там, Джаши и Обзоры, как они могут именно в соло игры закрывать на своих сигнатурках. Ну, ты просто смотришь и ты видишь, там, наверное, даже не то, что в соло, ты просто смотришь на то, как человек играет, и ты понимаешь, что он делает, там, 200% от того, что можно делать вообще, в принципе, на этом герое, там, да, на четвертой позиции, и возникает ощущение, что он реально солит. Ну, в принципе, так и есть, четвертая позиция очень важна. Такая неприятная линия для Энигмы, Каски по Идалонам бьют очень больно, Фантом кортиками кидается, Идалонов тоже забирает, у Энигмы любопытный, а, ну хотя, что тут любопытного, ничего любопытного, стики Сейдж Маска, там, выход Некра, в принципе, все по классике. В миде ДП против Манки Кинга, любопытно, как эта линия простоит, вроде бы как МК должен быть чуть-чуть послабее, как мне кажется, хотя это не точно. Ну, ДП как раз третьего левела, и уже плевательно кажется на этого Манки Кинга, просто со вторым сифоном. Да, вопрос... Если какой-то фокус произойдет. Как хорошо он будет просто качаться здесь. Его устроит 50 на 50, я думаю, или нет. Вот, если он, ну, будет лучше, это, конечно, будет сюрпризом для меня, но... Чем черт не шутит. Вот, ну а в боте тут, конечно, у Black and Yellow просто полный провал должен быть, в моем понимании, Леон плюс Тайт, они должны вообще уничтожать этот лайнап. Двух милишников, это точно. А, ну Тайт прокачался, как пипега просто. У него анкор... Нет, так не выиграет линию. Они на первых левелах должны щемить. Он скачал анкор смеш на первом уровне, и, естественно, тут Джаггер, как бы, ну, на ресурсах получил второй. Сейчас у него тапки, потом третий фьюри, и все, он закрутит. Вот, ну... Вот именно прикол Тайт Хантера в том, что он именно на первом уровне должен максимально агрессивно сыграть. Взять вот этот гаш, плюнуть, снизить армор, или он подкапывает, вы там полстолба сразу выносите, и до вторых левелов вы, как бы, хорошо качаетесь. Да чуть ли не больше, да, там. Ну да. Просто, в принципе, этого Джаггернаута не подпускать к рэпам. Ну, постоянно просто агрессия на... Леон на ботинке просто райт-клик нажимает и харасит этого Джаггернаута. Второй милишник в порт, да, тем более в Войт Спирит, который помочь не может, и в размен не может с Леоном пойти хэп имя никакое отнять. Поэтому тут, да, тут лайн должен быть жестче. Как бы, да. Вот странно, да. Ну, Джаггернаут в итоге стики докупает. Ага, может, Фьюри даже закрутит здесь Тайда? Нет, нет, не хотят тратить второй Фьюри. Ну да, тут очень близко Джаггернаут к третьему уровню. Не хочется тратить ману просто так. А вот тут третий. А вот сейчас вот можно попробовать. Там стики есть, да, 9 стиков входит спирит, и мана будет. Но там 500 хп было просто у Тайдхантера, и решили не рисковать, потому что там эти два кулачка, которые прямо реально хп тебе нормально добавляют. Как этого Тайдхантера сейчас пробить просто? У него 1000 хп в третьей минуте игры. Ну да, пробить его не получается. Тут пытаются отпулить как-то. Что-то вроде что-то выходит. Да, очень обидно, конечно, то, что Джаггернаут без стиков остался. Ну, типа, не взял стики с нулевой, потому что даже против одного Леона уже надо стики брать, поскольку там подкопы и монодрейн это сразу же заряд двух стиков. А против Тайда тут тоже, очевидно, брать надо. Он машет якорем, и стики заряжает постоянно. Так, ну что, как в топе-то дела? 10-11 и Нигмы, неплохой крипстат по динайм, в принципе. Вроде как 11 динаев. Это достойно на третьей с половиной минуте, насколько я имею возможность судить. А у ТМК проблемы в миде. 20 на 4 ДП. Она выгоняет просто его за вышку. Он использует 3D взлетает. А тут Глив жмется. Ну он добьет этого, да, рейнджап. Ой, какой криптосворм прям бешеный. Там так мало ХП и УДП, мало ХП Мирана. Прыгает, тычки дает один фраг еще для команды Black and Yellow. Хотел сказать, что ФБ, но вспомнил, что у нас была стычка до появления крипов на топе. Но это просто третий фраг. Так, а тут рискует еще товарищ Тайкхантер тоже приплыть. Фьюри бьет больно. Ну не добьет. Критуляров не хватает. Критуля? Нет, нет, Критуля не взлетает. Не успевает. ДПш, конечно, очень жестко постояла. Все свои два нулика просто этого Манки Кинга уничтожила. Феррик еще есть. И вот Леон приходил на этот мидл, но все равно никакой помощи не смог оказать он Манки Кингу. Ну и Манки Кинг сейчас будет, наверное, отставать от ДПшки. Большая пачка фриков еще к ДП подходит. От того, что, наверное, всех их заберет. Ну да, тут сейчас у Манки Кинга просто киносеанс начнется на центре. ДП грамотно все протанковывает. Здесь не ведет пачку прям под вышку совсем. Вау, ладно. Пармливает просто все. Окей. Ладно, не, ну нормально, окей. Все равно, то есть как бы баланс на линии соблюден. Пачка на речке, она не идет ни туда, ни сюда. Пытается Манки Кинг простакать, чтобы потом нейтральные шмотки покачать. Ну и пока подходить к крипам боится. У нас тут на баунти рунах возня. Какая-то Леон станом мажет. Джиггернаут спокойненько уходит. Че по баунти-то вообще получилось? Раз, два, три. Три для команды Black and Yellow. И одну подбирают только Дайер и Тим. Очень агрессивная ДПшка сейчас действует. Грамотный вот выход под пятую минуту. Опять же, просто под катапультом пытается выйти. Но вот триггерой сейчас. Гумно будет смещаться сюда. Леон уже пришел. Вишдоктор тоже есть. Вишдоктор третий уровень. У меня там интересная раскачка вообще через хилл, да? Ничего, второй Маледик. Как-то не очень круто смотрится. Потому что первый Маледик тут вообще стоят. Первый Маледик там да ни о чем не совершенно. Пытаются Дюбея пробить. И пробьют, видимо. Маледик должен его добить. Хоть он и первый, но... Че-то черночек. А Энигма просаливает. А, нет, не просаливает. Тут была стрела, извините, пожалуйста. У меня о какой прослоке речи пока что не идет. Опять же, из-за того, что ДП стянул всех на мидл. Да, они тут разменялись на Войт Спирита. Оставили как раз таки в одиночестве там Фантомку. И моментальная реакция от ребят из Black and Yellow. И просто забирают грамотное решение. Очень грамотное. Манки Кинг у нас подбирает хостов. Я вот только сейчас на самом деле обратил внимание. Это Фантомка плюс Манки Кинг в одном драфте. МК пытается на стакать Джингу Мастери. А стакает? Ну, что-то ХП он много тоже потерял. Отхилится? Ладно. Тут же Бейблис устоит. Тут Забо, типа, хочет на ДП напасть. Ну все. Бандл Страйк потрачен. Можно смело отходить, потому что ДП никак не пробежит. Да, они даже, мне кажется, и с Заряженным Бандл Страйком ее не убили. Потому что, реально, тысячи КП потал. Там 8 армора. Феррик еще есть. Никак не забрали. Вообще никак, да. Тут еще крипы погибли. Седьмой уровень. ДП появляется. Нет, тут вообще прям за ДП прям никак не справится. Так вот, по поводу вот этого сочетания. Понятно, что... Типа, вот как бы два кэрри, это как-то не очень хорошо. И, в принципе, два кэрри это может быть даже и нормально. Проблема в том, что... А играть-то вы чем будете? Вот сейчас, вот реально, там 13-15 минута, вам тупо нечем играть. Даже с учетом... Даже если бы МК нормально бы отстоял линию. А он не отстоял линию нормально. Мне кажется, что там с 10-й минуты начнется просто большая прям беда для Дайра. Просто нечем играть, элементарно. В топе там идет давление, есть блокхолл, блокхольчик. И пошел, краешком зацепили здесь Пашечку. Пашечка умирает. Ну, на Энигму разменяет. Сюда или он приходит, и МК приходит, там мансит зеро. Выдает станы, пытается как-то потянуть время, дать демеджа больше. Хорошо все сделано. Да, на самом деле, очень много героев стянули за 200 галды. А Мит уже падает просто. Там Тайкантер, правда, вышку динает. Тайкантер падает. Вот, кстати, непонятно, упадет, не упадет? Падет, наверное. Да должен быть, должен дарить. Кракеншелл не работает против экзорцизма. Экзорцизм не блочится ни Кракеншеллом, ни Вангуардами, ничем таким. Это прям такой физический урон, на который распространяется только броня. В фантомке, конечно, дела, прям не супер вау, но все равно фарм какой-то определенно есть. Дей 500 уже, Джаггер, он 500 летит. ДПшка там вообще просто великолепно себя на миде чувствует, да? 4 тысячи по Нетворцу, он что? Да, уже забрала ДДФ, Ботли, сейчас оторвала вообще первым артефактом, будет собирать себе. Ну, МОФСПИД будет играть. В принципе, это неплохо. Так, выход на мидл, на МК. Ну, вообще, МК вообще не дает играть ему. Там даже ботинок еще не играет, женой. Просто Орбофеном, ботинок, рейндропы и бэнд. Да, ну вот и вот как? Вот что? Вот будь это какой-то, допустим, ну, Спирит, допустим, он проиграл линию ДП. Пойти где-то скиллы раскинуть, вроде можно. Будь это какой-то Зевс Шэдоу Финд. Тоже вроде что-то можно придумать. А вот как Монки Кингом в таких позициях играть, я вообще себе не представляю. Тут Флии уходит через прыжок, хочет кастануть, видимо, ультимейт. Кастануть его, есть ли детекшн. Детекшн анема. Мирана уходит спокойненько. Триллипа потратила. Сюда подходит ДП с активированным двойным уроном. Экзорцизма нет, но она может руками накидать нормально. Будь здоров. Заходит за вышку. Здесь Вичдоктор. Вичдоктору уже пора крутить педали, не думать, просто вот нажимать телепорт. Вот Дюбей, ремнант какой-то не стал даже пытаться. Лышка падает, естественно, без каких-либо проблем. Здесь и без помощи ДП бы Энигма самостоятельно бы справлялся. Ну и что, самое простое, что сейчас могут Рейдин сделать, это вот чуть более агрессивно играть в этой точке, да, где-то пытаться Т2 забирать в топе. Там, ну, просто проще забрать, например, Миди Т2, как мне кажется. Вот поставить хорошие варды и покачаться здесь. Это еще, кстати говоря, не десятая минута даже. Да, Джиггернаута трудно забрать. Вот его только под Хекс можно забрать. Если Хекс летит, ну, там еще нужно хорошо выйти на этого Джиггернаута, чтобы он не среагировал, крутил как раз, не поражал. Потому что если он ее прожимает, он моментально телепорт делает, и все, счастливо наберете. Так, как говорится. Супер простое решение Джиггернаут принимает. Очевидно, что отсюда надо уходить, поскольку это единственная... Бот — это единственная точка, куда могут АйТим оказать давление в данный момент. Они не могут сыграть в Миди, они не могут сыграть в топе, в своем лесу не могут сыграть. Они могут сыграть только здесь, вот тут именно на боте. Естественно, Джиггернауту невыгодно находиться в этой точке, когда тут пять героев. Даже если у него нет какого-то большого риска умереть, вот как ты говоришь, что его тяжело забрать, надо за хекс, что он там фьюри нажмет и убежит. Но фармить там все равно как-то не очень хочется. Либо пацанов звать своих, дефать этот тавер, либо просто уходить на тройку качаться. Решили звать пацанов и дефать. Ну что ж, хорошо. Это, в общем-то, шанс для команды Dyer сейчас как-то закрепиться на карте, через ревушь хорошо подраться, раз сам враг сюда идет к тебе в руки. Они пришли просто под тайда. Ой-ой-ой, опасно стрелула. Ай-ой-ой, эрминант, да. Поздно среагировали, на самом деле такой опасный телепорт делала Фантомка. Но повезло им, на самом деле. Всю карту сейчас выфармливают у нас ребята из Black & Yellow. А вот Атим как раз только сейчас растянулись по этой карте. Опять же, манткинг меди, Фантомка на топе. Из-за того, что просто вниз пошли на последний внешний Тирадин Тауэр. Но его должен создать. Ультимейт ДП использовать, все в порядке. Драки не будет, нечем драться. Ты можешь кого-то под Райвадж и Фингер попытаться фокуснуть. Но это кто-то, скорее всего, будет суппорт. Что-то из серии Войт Спирита, который просто будет там идти вперед и вытанковывать. Даже без драки они это делают. ДП на травалах порталится в топ. Она знает, да, что здесь Фантомка или нет. Фантомка в блюре. Она удары не давала по этой пачке. Поэтому Роя просто спокойненько забирает тех хлипов, которые здесь остались. Очень у него все хорошо. Рашит он Black King Bar. Поскольку побаивается, видимо, каких-то дизейблов. Ну, всегда можно схватить какой-то чейнстан, неприятно и умереть. Так заранее бы КБшку прожал, живешь. Вроде бы. Хекс всегда работает. Поэтому лучше не рисковать. Так, на мидл, на жубе. Но это пятерка. Ну, хотя бы как-то застан, там, я не знаю, попытаться его забрать. Ревальш-то точно в него кастовать не надо. Он пытается забрать аркеверу. Кекс пошел. Ну, все. Это должен быть фраг. Палец надо запить. Ой, какой сайленс. Ёлы-палы, какой сайленс. Ну, все. Пишем ГГ, выходим. Ну, я образно, конечно говоря. Но, да, этот ганг просто невероятно провальный сейчас. Сейчас и Тайдер... Тайдхантер, значит, достал. Должно ходить, да. Все, это уже не сапанов. Тайдхантер интересный выбор делает. Берет морбитку через... Владимир будет играть в Владимир. Ну, в принципе, это нормально под Фантомку. Но, опять же, лучше какой-то стартовый баф-артефакт собрать, нежели этот Владимир. Потому что рано или поздно вам придется все равно подраться. Где-то. И с этим Владимиром, я думаю, вряд ли что-то сделаешь. Поэтому, я думаю, Мекк или Пайп получше смотрелся бы. Профарм. Вот спирт здесь. Кэмпы, которые фармят Фантомку. И вот уже чувствуется, как... Как вот смотрит на карту, например, Райзес. С тем виженом, который у нее есть. И думает, ну и что, вот куда мне идти, где мне фармить. На тройку просто качаться. Хорошо, я могу пойти на тройку. Дальше что? Бот не сломан, мид не сломан, топ не сломан. Крепы никуда не пушат. Враг жмет. Вот уже идут на Т2-вышку в топе. Экзорцизм 15 секунд. Придется его, скорее всего, прожать, потому что... Ну, тут наверняка будет глиф сейчас использован. Потянется время. Будет у команды Айтим еще возможность, там, наверное, как-то затрейдить Т2-вышку в топе. На Т2-вышку в ботик, который пытается... Тайт проломит. Тайт, кстати говоря, понимает, что пахнет-то жареным, что Владомирс ему вообще никак не помогает. Пытается зарашить Даггер. То есть будет такая, видимо, одна хорошая драка у команды Айтим, которая позволит ей перевернуть ситуацию на карте. Если, может быть, Тайт телепортируется, пошел экзорцизм, нашли МК через Миднайт Пульс, его опустили из дерева на землю, он умирает. Разменяли Реведж на Мирану, ворвался Войт Спирит, подцепил здесь парочку героев, пошли Сифоны. Придется Тайда отпустить. Агрессивно так вперед идет. Тауэр будет падать очень быстро, на самом деле. Тирдлотауэр падает на 14-й минуте, хорошие тайминги, очень хорошие тайминги. Сейчас еще аванпозда хватит под свой контроль, наверное. Нельзя будет на 20-й минуте Тирску отдать. Будет это все Голиколеп. Верно, вот, утанковывают. Третий вардик уже есть. Ну и полный контроль, полная ламинация. Графики просто на автомате идут вверх, потому что от им ничего не делают. Они просто боятся. Они стоят и боятся куда-то выйти. Из-за этого просто идет фарм. Да, да, нечем играть. Практика показывает, что когда у тебя фантомка на кэре, брать Манки Кинга, Марфа на мид. Это, ну, вряд ли то, что ты хочешь. Более активная дота должна быть. Да, Манки Кинг, он может играть в активную доту, если у него все хорошо на миде. Но против ДП, убедили, как это все произошло. Это тебя просто загоняет в такие, как бы, вот условия. Если у тебя у Манки Кинга все хорошо, ты можешь играть. Если у него все плохо, то ты проиграл. Все. А, ну, драфтить таким образом, чтобы от одного лайна зависела вся карта в целом, ну, это как минимум ненадежно. Такие драфты не выдерживают критики. Очень рискованно, да. Флей через Falcon Blade. Классический артефактик для гильщиков. Четверок. Хорошо смотрится. Так, попытка попасть стрелой неудачная. Используется урна. Принц отходит понемножечку. Зеро подбегает. Третий Некра. Тапок. Не Флей, а Войт Спирит. Войт Спирит, да. На пятерке Войт Спирите. Falcon Blade собрал, да. Все верно. Он как раз бегает, опять же. Манку хорошо ему устанавливает. Урон какой-то есть, опять же, чтобы лишний демэдж там выдавать. Так, ну и что у нас? Вроде бы как забрали эту двавышку в топе. Райдин. Чем сейчас можно заняться? Экзарцизм 80... О, еще яркий на руну выпало. Просто прекрасно. Рошана, наверное, не особо есть смысл идти забирать. 16-ая минута, появляется БФ у Пашки. Тайминги, в принципе, не самые плохие. А я бы вышел на Рошана под Некров. Просто зашел бы, вот, через 15 секунд они откроются. Да, решили на Рошана. Забираешь Рошана, к 20-й минуте ты сносишь еще один... Просто, наверное, под Айгест ты выходишь на один тавер, да. Под следующий экзарцизм выходишь на второй тавер. Идеальный тайминг к 20-й минуте. Ой, но если тут еще Эмирана не убьют. Я... Ой, еще Эмирана не убили. Все плохо. Все плохо. Все очень плохо, прям. И Рошана не дефают, и Миран... Да даже, блин, забрали по ней эту Мирану, ну, типа, чтоб изменилось. Ну, что-то на карте не поменялось, вообще радикально. Но так они даже Мирану не забрали. Это вот... 250 голды бы заработали. Да. Пачку припов. И ДП еще активировала экзарцизм под Аркейн руной. Он у нее заканчивается, но через минуту будет уже следующий. Действительно, со следующим... Точнее, с Айгисом и Джиггернаутом 11 уровня. Ребята из Black & Yellow просто идут на Т2. Тут Айтим и без Айгис не могли сражаться. Когда у соперника Айгис, так тут вообще тыше пропало. Манхит идеальный ремнант. Просто идеальный ремнант под его фото. Прыгает прямо в Сайленс, с Рэвэйшни Дайс. Все звезды не на стороне, а тем. Да, Black & Yellow прям... Прям очень хорошую Т2 показывает. Прям такую классическую... Ну, короче, что сказать. Беда в боте вот прям... Должна была быть большая линия Тайт Леон, а она вообще небольшая. Ну, Жубей. Один Жубей, это опять же 5-й Ниг, Денигма. Ну, хотя бы Нигму, может быть. Ну, какой же Зеро жирный. Он сейчас еще какой-нибудь Блэкхолл, там прыгает под Том. Тут начинается какая-то возня. Блэкингбар, извините, пожалуйста, активирует у нас ДП. Кастует вард Вичдок. Слушай, а Вичдоктор нормально лупит вардом. Однако все равно дэмэжа здесь не хватает от одного ультимейта. Улд Йоды. Он тоже умрет. Используется Пурш. Хорошие каски. Тянут время. Догонят его. Найяши на фейзаха должен догонять. Вроде тот день, он всегда просто забирает тут. Если ты через реверч не забираешь вражескую пятерку в лице Жубея, то, в принципе, это конечное. Конечное. Все, потратили, абсолютно все. И никого не убили. В принципе, в такой игре, скорее всего, вопрос времени, когда Дайр просто, ну, типа, напишут ГГ, потому что тут перспектив вот прям реально вообще никаких нет. А тема у нас вообще на протяжении всего вот этого сезона, всех матчей, они коллекционировали самые быстрые игры. Они очень любители отлетать минут за 20. У них есть там 3 игры, 3 игры по 17 минут, где они проигрывали. Не, ну за 17... Вообще, при... Ой, чтобы Владискай за дворю... Это соло. Или нет. Там ДП в другой части. Ну, да, Джаггер просто прям... Он не боится. Джаггер с Аегисом, им плевать. Тем более, он знает, что никого, кроме двух саппортов, здесь нет. Палец использовали для того, чтобы выбить Аегис. Там в топе была возня, убили Манки Кинга. И Ямсун просто знал, что, ну, как бы, тут никого, кроме двух саппортов, нет. Нападают на Фантомку Сайланс, используют ультимейт из профит. Ну, позволяют себе уже очень много, конечно, Black and Yellow. Очень много. Прям так далеко, глубоко по Т4. Глиф активируется для того, чтобы вышки там начали по всем стрелять. И выгнали игроков Black and Yellow. Ну, Рай, уже ничего не боится тоже. Но сейчас без Глифа эту Т3 вышку защищать... Ну, как получится. Духи, дабл дэмэдж, там все падает очень быстро, моментально. Двадцатая минута, Аванпост сейчас работает еще в пользу Black and Yellow. Опять же, XP не даст. Там по XP вообще какие-то, мне кажется, печальные новости. Да, сейчас посмотрим еще после Аванпоста, что произойдет. И так 15 тысяч летят. И еще плюс сверху. Добавляют они 1750 XP себе. В общем, по ловелам беда, по золоту беда. Везде беда. Даже вин кондишна какого-то нет. Чтобы им сделать, чтобы выиграть, да? Потому что у них герои, как бы, не очень хорошие для этого. Один реведж хороший дать, но опять же. Опять вот он, Жубей. Вот они пятерым выстрелили. Ревилит Смоук, да. И он просто уходит на 10-милейте. Ну да, реведж в пятерых. Там, я не знаю, палец, палец, Хекс, Вартович, Доктора. Все вот это вот кидается. И враг теряет, допустим, энигму Джаггера. Как-то там разруливается потом эта ситуация. 5х3. Ну, понятно, что это из разряда фантастики. То есть такого... И причем одного такого тимфайта уже мало будет. То есть ладно бы, одного бы хватило. Можно было бы понадеяться. А когда тебе нужно как минимум два таких тимфайта и еще потенциальный выход на какие-то обжективы. Типа там пару вышек забрать. Или там Рошана как-то забрать, но... Фишка в том, что уже настолько сильно раскачаны корой Black and Yellow, что если ты даже убьешь за все спелы Джаггера, тебя убьет ДП одна. Ну, просто всю команду убьет. Если ты убиваешь ДП, тебя убивает Джаггер. Да, да. Так, Жубей. Опять очень хорошо он все делает. Не знаю, просто не могут его поймать. Один раз отдался. Очень агрессивно играет и всего лишь один раз умер. Кто у нас вообще погибал-то? Мирана раз умерла, Вот, Спирит один раз умер, и Нигма один раз умер. Опять же, ни первая, ни вторая позиция просто ни разу у тебя в таверне не оказывался. 7.03 у ДП, соответственно, и Джаггернаут 2.04. Джаггернаут берет себе Санчинд Яша для стат-резиста. Действительно, манты ему тут не особо нужны. Классический агоним сверху. Выход в смаке. Вот, сейчас в спину можно хорошо выйти. Так, зерва. По таверам. Ну, где здесь смысла нет идти? Просто сейчас тут будет душить. Ммм, очень зря, зря, зря. Ой, да ладно, как же так-то ты не успел. Он там замахнулся уже, Нигма. ДП у нас без Яулы играет, что тоже нечасто можно видеть. ДП дофармила себе Дизольку. Ну, вот, я думаю, сейчас в головах команды A-Team происходит примерно следующее. Так, пацаны, Дизольку дофармили. Следующего Рошана точно контестим. Го под реведж попытаемся, может, выйти что-то сделать. Потому что дальше как бы хуже. Вот, следующий отрезок, временной, игровой, как сказать, эпизод, да, который мы будем наблюдать, это раскачанные персонажи, ну, еще более раскачанные персонажи команды Black and Yellow. У Дайр вряд ли появится что-то на Фантомке. До БКБ очень долго. Манки Кинг, ну, ему, что он тут БКБ дофармил, ему БКБ... Ну, вот, тем более, у него БКБ появилось. Ну, лучше опции, чем сейчас подраться у Дайр не будет в этой игре уже, это точно. Там все печально с другой стороны, потому что если Тайдхантер не кастанет хороший реведж, и ты под этот реведж никого не сможешь быстро фокуснуть, а тебе лучше фокуснуть два плюс героев, ну, два их как минимум точно нужно, то тебе потом накрывает Энигма Блоколом в Блокенбаре, который вообще не о чем забивает, да, и тут будет конечный. Вполне возможно, даже они этот Блокенбар, и не читают, что он только прилетел, Энигма как раз таки не палилась. Хотя вот этот вард, наверное, показал, что там есть Блокол, да. Просветили. Ультмираны, но сейчас будет выход. Пошел Экзорцизм, минус Леон, Фантомка прыгает на Вичдоктор, но тут прыгает Тюбей, хороший Ремнан, Фантомка погибает, 50 секунд без нее, еще один Астрал Степ, трипл килл для Джиггернаута, все три фрага заработаны Емсуном, у него был активирован двойной урон, и он, конечно, спокойненько здесь всех порезал. Падает Т2, и, наверное, еще и Т3 сверху. Да, Тайхантер пытается крипски пить на миде, чтобы просто по миду не зашли, где нет Таура, но они им плевать, опять же, Дубл Демишн, Джиггернаут, идут и работают, и Таура метально не монтажится. Будут убивать Тайхантера. Посмотрим, справится ли. Обычно это не помогает, ну, как бы, не работает. Обычно два саппорта вообще никак не могут Тайда убить. Тут трудно, но... Тут такие саппорты, еще не спасает. После этого нет. А Сэн 3, подожди, Сэн есть Сэн 3-уха. Да убьют, убьют. Нормально. Все, дабл старфол, даже одного хватило. Нормально. Такие саппорты, что эти саппорты могут убить. У него очень много. Фантомка прямо порталится в тимфайт. БКБ активируется. Пошел блокол. Отличный портал от Фантомки. В скобочках нет. Ну и... Ну ладно, под ареной вроде не все так просто. Джиггернаут раскручивает Фьюри. У него есть шар. То есть он там... А, так, ревыш пошел. Пытаются убить Джаггера. Джаггер плохо. Джаггер умирает в итоге. Вайбэк от Леона был использован. Вичдоктора забрали. Балис в Энигму. Энигма в таверне. Стрела попадает в Фантомку. Он надраться больше нечем. Дюбей пытается выйти. Астрал степ. Есть. У него есть еще один симметр. Он балуется со своим соперником. Ну да, балуется. Его заберут. Все. Нет, больше эскейпинг. Какого? Должны забирать, да. Хороший результат на 716. Ну... Какой-то... Какое-то светлое пятно. Да, на байбэках. Да. Неприятно. Ну, в принципе, это... А, там два байбэка было. Я что-то подумал, что Клеон выкупился. Да, я тоже выкупился. Очень хороший был холл был. Но, опять же, не было... Что-то демоши, да, вообще... Духи закончились. И духи закончились, и умни слэша нет. Все-таки Джаггер, он... Очень любит именно умни слэшем дамажить. Или, там, каким-то свифт слэшем, если у него гоним есть. Если этих слотов нет, то он как-то вот именно мэнфайтится, что называется, в этой арене Манки Кинга. Даже в арене голого Манки Кинга особо файтиться он не может. Потому что, ну, там, броня у него дополнительная. Как-то тебя бьют, а ты не бьешь. Неприкольно, короче. Ну, типа, есть Мелл Штром, да, чтобы... Можно было бы ОЕшечка какую-то побить. Но, опять же, пока дамеджи мало. И без, да, погонима. Трудно нормально дамажить. Так, до следующего Рошана сколько у нас? А, буквально 6 секунд остается. Сейчас чекнут этого Рошана. Можно будет пойти и уже по дороге зайти. И именно... Файнал Пуш делать. Блодстоун на ДП. Вот чек Рошана. Рошан есть, сейчас всех корешей своих позовет. ДП за руной понеслась, я так понимаю, да? Идеальная руна постоянно выпадает. У ДПшки постоянно выпадает руна волшебства. И постоянно выпадает дабы дальше. Ну, так работает ДОТа. Если ты карту контролишь, все руны забираешь, то рано или поздно там выпадет Аркейн руна, рано или поздно там выпадет руна двойного урона. Тут, наверное, очень чаще. Мало людей и мало хостов. Да, да. Тут, наверное, все-таки действительно эти руны выпадают чаще. Но просто сам факт, что именно Рейдинг их забирают, а не Дайр. Падает Рошан. Контестик этого Рошана Дайр не в состоянии. Реводж КД 10 секунд. Ну, а с ушами вообще они бегут туда, но... Или МакКинг просто качает. А, он качается просто. Самое неприятное, что Фантомка драться не может. У него вроде есть Баттлфьюри, есть Дизоль, но, опять же, эти артефакты, чтобы издалека пострелять, там, кого-то добить, там, второй, третьей волной, да, когда вы деретесь. Она просто не может прыгнуть в Драку со своими, там, тысяча сколько у нее, там, 1600 хп. Это слишком мало. Сразу получит black hole, да. Да, она просто умрет от каких-то скиллов. Без блокинбара Фантомка не боеспособна, в принципе, единица. Только издалека. Только даггерами. Молнии появляются. МК, МК так немножко приодевается, но тоже, вот, вроде, смотришь. БКБ молнии, 17 уровень, арену раскастуют. В принципе, это вроде какой-то дэмэдж должен он дать. Но у него 9900 ненворс, а там у Мираны 11800. Это разница между четвертой и второй позицией. Это просто катастрофа. Валуется в Эдспирит, ловит Хекс, Фьюри. Бьет им Сум нормально. Добивает героя. Ставит Хеллингвард и... Начинает потихонечку пилить хайграунд. Интересный такой, да, талант у Джиггернаута на 15-м. Ну, я не знаю, как бы, дефолт или не дефолт. Наверное, все-таки дефолт. КД Хеллингварда. Вот, он очень долго работает и... Так, нападает, пытается Фантомку заставить что-то нажать здесь. БКБшки у нее нет. В ВД выкупился, ревадж должен быть. Но пока у оппонента Аигис, ревадж тратить, ну, как-то не сходу. Супер хорошая позиционка. Просто вот Блэк и Йеллоу Джиггернаута один бьет под Аигис. Ну, классика, безошибочный заход. Да, Блэк и Йеллоу на самом деле красиво все делает. Вот этот вот момент в боте, наверное, они там позволили себе какую-то мимолетную слабость остаться и принять тимфайт, думая, что, ну, камон, мы уже лидируем там 15к золота, там, примерно, плюс-минус. И даже без экзорцизма, без умни слэша мы можем позволить себе там подраться. Но, как видно, это было не так. Вот. Но далее они ошибок просто не допускают, спокойно забирают Рошан, аккуратненько, все стоят в позиции, пушат, пытаются, готовятся, врываются, врываются, забирают фарты. Ну, и живет, видимо. Видимо, живет, да. Смотри, Кэру ловят, отлично. Дают ему еще Спирит Весл, врывается, Войт Спирит, начинает наводить суету, что называется. Ревадж, в принципе, неплохой, в принципе, неплохой. Но из арены все уходят, БКБ Манки Кинг нажимает. Гривзы кастуются, нет Войт Спирит. Это пятая позиция, команда Радиент. И дальше ребята просто вот идут лупить. Гернаут, Вакьюри, под арены много урона получает, что посвятится. Омни Слэш есть, Слэш тоже есть, БКБ есть, и минус Манки Кинг, и минус Фантомка. Впишем ГГ, выходим. В принципе, да, байбеков нет, им просто сейчас мега-грипов сделают. Ну, смысл, мне даже дальше играть, они эту игру проиграли, в принципе, изначально. Красиво, красиво БКБ. Реально красиво, реально красиво, молодцы. Блэк и Йеллоу, первая серия у нас в рамках переигровок в верхнем дивизионе. За право остаться в этом верхнем дивизионе. Прошла под диктовку команды фаворита, согласно котировкам нашего партнера ГГБ. Вот, значит, следующая у нас игра, я даже, наверное, не постесняюсь и посмотрю. Сэдбойс против Блэк и Йеллоу, по идее, должны играть. А, вот так вот, да, Сэдбойс против Блэк и Йеллоу. Ну, если... Хотя, вот я что-то, я не помню. На таблице, по-моему, Сэдбойс, они там как раз вот в самом дне были, да. Хотя там у них же одинаковое количество. О, короче, ладно, пофиг, сейчас посмотрим, чем это все закончится. Да, друзья, далеко не уходите. Мы с Серегой ненадолго прервемся. Там чаек, кофеек, там энергетические напитки, шашки, шахматы, бой с тенью. Вернемся на следующую харту. Не скучайте. Пока.